С различных анализов крови, проверки дыхательных функций и общего медосмотра в этом году начинают первый этап диспансеризации переболевших коронавирусом жителей Родионово-Несвятайского района. Главная цель на ранних этапах выявить болезни крови, проблемы с сердцем, сахарный диабет. Измерение артериального давления, измерение насыщенности крови кислородом, прохождение УЗИ, вен, сосудов, нижних конечностей. То есть более расширенное обследование пациента, оценка дыхательных функций, особенно те, кто перенес пневмонию. Если у пациента находят какие-то нарушения, нужно идти на второй этап углубленной диспансеризации. Тут с ним уже будут работать узкопрофильные специалисты. Они уточнят диагноз, назначат или скорректируют лечение, могут отправить на реабилитацию. Заканчиваем мы реабилитацией медицинской в специализированных отделениях пульмонологии или кардиологии уже в больнице Ростовской области. В основном это областная больница города Ростова-на-Дону и центры реабилитации городов Таганрога и Новошахтинска. Если после первого этапа диспансеризации все показатели в норме, то переживать не стоит. Врач даст заключение и рекомендации, например, привиться, если еще этого не сделали. Пригласили меня и врач звонила, и медсестра звонила. Вот я пришла, я уже сдала анализы, померили мне давление, сделали сатурацию. Сейчас я пойду привьюсь, потому что я переболела, давали срок перед прививкой, а теперь я пойду привьюсь. Углубленная диспансеризация началась в июле прошлого года. В 2021-м второй этап в районе прошли 54 человека. Алена Абадыр, Дон-24, Родионово, Несветайский район.